В администрации округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили об обстановке в Люберцах и посёлках. За прошедшую неделю в полицию поступило 1800 обращений. Возбуждено 29 уголовных дел, 21 раскрыто по горячим следам. Больше 10,5 тысяч раз жители округа обращались в единую диспетчерскую службу 112, из них 677 на горячую линию администрации. В единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа за неделю поступило 4141 обращения, из них по вопросам электроснабжения 487, водоснабжения 687, с работой центрального отопления связано 408 обращений, с работой с обслуживанием домов при домовой территории 336, 8 обращений касались освещения подъездов и дворов, в 1095 работа МОСОБУЛ ЕРЦ. В округе продолжаются работы по содержанию уличнодорожной сети, устанавливаются новые дорожные знаки, завершена укладка асфальта на участке Латкаринского шоссе. В ближайшее время там проведут укрепление обочин. В ночь уже заморозки пошли, понятно, что будут и осадки, в виде дождя и снега, такой период у нас осенний, поэтому все дорожники должны быть готовы и посыпать, и убирать, и содержать дороги, чтобы не было наледей и прочее. Это как бы у нас опыт такой есть, поэтому мы к этому должны быть готовы, чтобы это не произошло внезапно и мы не ждали. В рамках контроля и исполнения поручений главы городского округа приведены в порядок территории в Люберцах, убран мусор в поселке Октябрьский, в Малаховке вывезены покрышки, восстановлено остекление остановочного комплекса. Однако ряд поручений при этом остался неисполненным. Обращаем внимание на ситуацию в Люберцах на Красногорской, 3. Вместо демонтированного мегабака не установлена контейнерная площадка и жители выбрасывают мусор прямо во дворе. Не убрана территория в Люберцах-Комсомольский проспект вблизи коллектора, а также на улице Черемухин, 10. Не восстановлено освещение на детской игровой площадке Люберц, улица 2 Толстого. Глава округа поручил устранить все недочеты. У коммунальных служб есть ровная неделя. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.